Монтаж самой большой елки города уже начался совсем скоро. Здесь установят и укрепят искусственные ветки 32-метровой ели. Сколько времени у вас идет на полную установку елки? Дней 10. Если в полгода, наверное, может меньше. Последний раз елку переносили в 2012 году на площадь Свободы. Но такой эксперимент, призванный разгрузить центр города, барнаульцы не одобрили и ель вернули на площадь Сахарова. Там же, по традиции, вновь будет расположен снежный городок. Появятся четыре маленьких, односредние деревянные горки, трехметровые ледяные фигурки Деда Мороза, снегурочки и символ 2020 года – крысы. В микровайоне Затон уже готовят лед для их строительства. В текущем году у нас из нового ведения – это приобретение гирлянды, белклайт-ленты, порядка 600 метров, которые у нас будут использованы в освещении и поверхной разводке по площади Сахарова. Также в этом году мы планируем установить световые фонтаны, пересечение Ленина и Молодежная также в рамках вот этого контракта. Новое оборудование потребовало и новых средств. В этом году на все работы выделено более 8 миллионов рублей. Это на полтора миллиона больше, чем в прошлом. Теперь, уверяют подрядчики, площадь будет эффектнее. Официальное открытие снежного городка состоится 28 декабря. Анна Ирбис, Александр Антропов, День с толком.